Доброе утро, Алексеевы! Сегодня у Има заболела голова, кровь из носа, усы на Роме, ацетон, не знаю, что это такое, сильная слабость, отказ от еды, непонятные боли. У него деформация грудной клетки еще. Помолитесь, пожалуйста, помолились. Буквально прошло полтора часа. Спасибо большое, дочка уже не жалуется на головную боль. Рома поел, боли тоже прекратились. Аминь. Потом на этой неделе молился на работе за рабочих. У одного проснулся, глаза не открывались, слиплись, опухли. Помолился на следующий день, пишу, что, как дела. Говорит, да все хорошо, все прошло, проснулся, глаза не болят, аминь, тут все прошло. Потом один тоже утром прислал фотку, короче, какая-то вот такая штука у него на лице, но пухло, короче. Говорит, ну, больно, ходить не знаю, куда идти, в больницу, не в больницу, короче, помолился. На следующий день пришел, ничего нет. Да, нет. Еще, еще, не знаю, ничего, тоже что-то сказали. А, да. Написали мне еще молиться за девушку, она попала в больницу, должны были делать какую-то операцию. Не знаю, не спрашивал, что там, как там, что за операция. Попросили молиться, то есть, если она не выйдет из наркоза, то не встанет уже, то есть умрет. Вот, помолились, потом переспросил, что как, вот ответили, сказали, что все хорошо. Не знаю, что значит хорошо, но она, скажем так, выжила. Не написали, вышла ли, ну, с дома сейчас или еще в больницу. То есть, переспросил, не ответили, ну, сказали, что все хорошо, все замечательно. Все, операция пошла хорошо и очнулась, причем в тот же день очнулась вечером. Вот, не знаю, что там, как там. Подробности не описывали. Короче, да, Иисус Царь. Ну и опять за финансы, короче, Бог обеспечивает и обеспечивает с каждой неделей. У меня такое, знаете, вот, Писание не зря говорит, из веры в веру. То есть, с каждой неделей все больше и больше, причем мы верим не потому, что так написано, да, книжка, там, цитаты, еще что-то, потому что характер Бога, Он хочет, чтобы каждый из нас имел больше. Имел больше здоровья, имел больше финансов, имел больше общения с другими людьми, возрастали, чтобы мы в любви к каждому человеку, чтобы мы помогали тем, чем могли, чем не могли, тоже помогали. Потому что Бог хочет, чтобы мы были, как было сказано, Его светом на этой земле. Вот, так что Бог все больше и больше дает, и больше и больше я стараюсь быть светом и вижу, как это все приумножается. Так что будьте светом! Аминь! 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 Еще у кого? А, Глеб! А, Глеб! Тоже меня написала женщина с другой города, что у нее боль в груди, комок какой-то в груди. Я попросила молиться, я думала поздно вечером, но я молилась, что у меня не было. Я молилась несколько раз, и с каждой молитвой все лучше становилось. Вот, и днем уже следующего дня она написала, что в итоге прошло все, и она спала спокойно. Слава Господу! Аминь! 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 Вот, все делаем чудным образом. Выход из транспорта с общественного сестра стоит, ну, в другой церкви. И мы начали разговаривать с ней, и я говорю, ну, как дела, как дела, все нормально. Ну, ты куда хочешь? Я говорю, Захар, выводить на как-то, выводить. Я говорю, ты куда? Я говорю, бегаю, 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 бегаю. Вот, ходила в одну церковь, в прошлом году. Там пророчествуют, говорят языками, молятся за исцеление. Там, все, все, все это. Мне так понравилось, но они куда-то уехали. Я говорю, ну, и говорит, ну, это было там, ну, вот, где мы раньше собирались? Красный Зорь. Красный Зорь, да, 27. Вот так это же мы там были, я говорю. А сейчас мы собираемся, вот. Из утре дал адрес, но вы говорите, ну, 10. Ну, что-то я и нету. Да. Потом еще был в больнице, ну, был в больнице, там сидел человек, Я говорю, что у тебя спицы мне поставили, и я говорю, как так получилось. Иду, говорю, через дорогу, меня кто-то окрикнул. Я говорю, как через дорогу идешь, и тебя окрикнул. Я повернулся, упал на бордюр, сломал ногу в трех местах. Я думаю, ну такого же не может быть. Короче, бедро сломано, и на двух местах мы поставили спицы. Ну, я говорю, давай помолюсь. Помолился за него. Ну, а там же написано, Петр поднял. Петр с вами шли, Петр помолился, церебра, серебра и зла там у меня нет. А что я имею, это даю. Ну, у нас-то есть церебро и зла? Я говорю, ну, Петр помолился, поднял его, и он пошел. Я говорю, вставай. Он, нет, нет, не могу, не могу. Ну, я еще раз за него помолился. Я говорю, вставай. А то, чтобы было утащить тебя. Он, ладно, встал, три метра пошел туда, три метра обратно. Ну, нормально вроде, устал, говорит. Пока мы с ним там занимались, еще один подошел с этой вот. Иголка, катетер называется. Она просто, ну, говорю, катетер, а как называется? Катетер помогу, да. Торчем, ну, они с иголки не ставят. Сел рядом. Я говорю, вы что-то хотели? Он, да, помолись за меня тоже. Я говорю, о, слава богу. Помолился за него. Уже начали узнавать меня в больнице. Там еще раз, еще один, третий был. Ну, как бы я подошел, думаю, давайте за вас помолись. Он говорит, да я верующий. Я думаю, ну, ладно, верующий. Ну, я неправильно его понял, в общем. Говорю, ну, я на вас рад. Прошел дальше. А там со мной еще брат был, Андрей. И он, а он пошел еще к другому человеку. Мимо этого проходит, который брат. И тут он подзывает. Ну, говорит, из какой церкви, все такое. Я хотел, чтобы за меня помолились. А он прошел мимо. Ну, Андрей помолился. Я говорю, ну, извини. Как получилось. Ты же сказал, что ты верующий. Ну, такие вот связи. Аминь. Андрей вчера, когда на команде это рассказывал, они такой, а вот там какая-то церковь была, которая исцеляет больных, пророчествуют и с толковыми языками. Я такой, как здорово, что нашу церковь не будет идентифицировать. Ты же когда-то название не знаешь. Действия. Больных, пророчествуют и с толковыми языками. Покажу вторую такую называется, да? Это, конечно, грустно, что вторую такую не покажешь, но тем не менее, зато нас не будет идентифицировать. Ну, по крайней мере, пока. Хорошо, у кого еще с детства есть? А сейчас ладно, да? Нормально, да? На улице подошли к мужчине, у которого подняла экрана ноги. Из-за этого ему было сложно работать. После первой молитвы ему стало лучше. Примерно после второй-третьей молитвы боль ушла, но он не чувствовал тепло ноги. К другому мужчине подходили, он делал двумя палочками, нога вышла у него из тазобедренного сустава. Была разница в ногах примерно 4 сантиметра. Он однились, нога выросла, он стал уже лучше ходить, почти без одной палочки. Боль ушла. Также молились, ну, за дальнего родственника, скажем, у нее спина болела и стопа. После второй молитвы она почувствовала тепло, начала проверять и сказала, что боли нет. Ранья у нее всегда были боли в стопе. Вчера также звонили, она сказала, ничему не болит и все хорошо. Аминь. Давай за Рину, по-своему, я тоже хочу. А, за Рина, да, мы за зуб помолились, но зуб болел. Да, ну, я сейчас некоторые детали еще упомяну, тех свидетельств. Потому что мы поехали в станицу, Крик-Дорополиска. Вот, если кто-то... Кто знает, тот знает. Да. И, в общем, великое благословение Стрит-Системы. Начну с этого. Потому что, ну, мы там приехали, друзья, мы сказали, что давайте проповедовать там, ну, ходить по домам. Прикольно, знаете, когда вот ты слышишь, где-то так делают, а ты думаешь, а каково это на самом деле? Ну, дальше-то стучаться, надоедать, знаете, к людям. Ты думаешь, что надоедаешь людям. На самом деле, некоторым там нужна была помощь. За кого-то мы молились. Ну, вот, собственно, несколько исцелений были прямо там на улице. Вот, стоят люди, мы молимся и получаем результат. Знаете, сбивает, сбивала только одна вещь, потому что там есть одна крестьянская церковь. Я просто поделюсь практикой, с чем ты сталкиваешься в реальности. Там есть одна церковь крестьянская, и вышло так, что ты молишься, ну, при тебе нога удлиняется на 4 сантиметра, а потом ты молишься за одного из родственников, там, крестьян, и тоже нога сантиметра на 2 удлиняется. А они потом звонят, перезванивают там и говорят, что а это все ерунда, это вот всего не произошло. И говорят, вы не говорите об этом, вы, ну, не рассказывайте об этом. И ты такой стоишь и думаешь, знаете, это больше даже тебя сбивает. Ты такой стоишь и думаешь, а может, ну, на самом деле там не произошло. Ну, я тогда, получается, чепуху какую-то донесу. И вот это практика, то есть, понимаете, это горят христиане. Хорошо, ладно, ну, ты такой можешь подумать, что ладно, ну, наверное, ну, наверное, это неправда. Окей. А что делать тогда с той ситуацией, когда мы помолились на свадьбе, просто мы после станицы поехали в Армавируск. Мы на своей свадьбе 9-10 месяцев назад, в сентябре, помолились за парня, родственник, ну, муж, сестры, вот такие рягочки. Помолились за него, он приехал, он говорит, я не мог, все родственники видели, что я не мог нормально распинаться, и он после машины, он даже вылезти не мог из машины, у него так болела спина. Он подходит на свадьбе к нам, поздравит, там все какое. И мы начинаем разговаривать, я говорю, давай помолимся. Мы молимся, ребята говорят, мы точно уверуем, если увидим чудо. Вот 100 будово уверуем, если сейчас будет чудо. Я подумал, отлично, сам сказал. Пацан сказал, пацан сделал. Он потом смеялся, когда я ему это сказал. Но знаете, у него исцеление моментально было. Оно было настолько моментально, что жена взяла телефон, сняла это видео, мы даже не видели это видео, как он радовался, и они видео это показали всем родственникам Бармавири. То есть, как тут быть с исцелениями? То есть, я хочу сказать, что будут люди, и даже более того, это христиане, это религиозные люди, они будут тебе говорить, это неправда, это какое-нибудь внушение, это там потянуто за ногу, наверное. Ну, ваши проблемы, но тогда как бы с раковой опухолью и с медпрепаратами сами разбирайтесь. Мы верим в исцеление, и оно происходит. Вот. И потом мы приехали в Бармавир, и вот, собственно, другие исцеления произошли уже в семье родственников. Что мы приехали, а там человек парализованный. Мы приехали за него молиться. И вот мы помолились, и прям моментально, если говорить, оно, знаете, вот точно так же, как будто бы ничего не происходит. Но человек встал, человек начал ходить, без, ну, он был парализован, инсульт был, правая часть. И он стал, начал ходить без опоры, опору даже не взял, начал ходить. Да, мы с ним как бы должны были поделать какие-то упражнения, еще что-то, но ты молишься, и ты видишь, у него расслабились, я прям видел, у него расслабилась часть тела, то есть в икре, в руке, в пальцах стопы, и ты понимаешь, что он может ими двигать, он двигает прямыми. Потом мы еще на громкую связь включили, Алексей помолился вместе с нами, и там вся семья, там, знаете, очень интересные семьи, что родственники один за одним заходят, выходят, заходят, выходят, новые родственники, и все слышат свидетельства, и мы, пока мы молимся, мы свидетельствуем о том, что Бог делает. И мы многим из них просто советовали и говорили, что самое главное, мы уедем, мы с вами не сможем быть все время. Вам надо читать Библию, вам надо самостоятельно слушать Слово, изучать Его, не просто сказать, что да, мы верующие, но и что Иисус, Он Господин в твоей жизни. И это была возможность, уникальная возможность проповедовать. Потому что, знаете, как было? Мы приехали молиться просто за одного человека, парализованного, а потом на следующий день выясняется, у одной нос не дышит, у другой, у другой, вот у мамы спина болит, там, ноги болят. Мы такие, а чего вы не говорите, давайте помолимся. И мы помолились, точно так же, вы знаете, точно так же. Взяли ноги, раз спина болит, межпозвоночные диски, что-то не в порядке. Сказали ногам расти. Там разница была, ну, 5 миллиметров, у, вот, допустим, у этой женщины. Все равно сказали, все равно помолились за спину. Только она встала, говорит, нет никаких болей. Эти ее допрашивают, дочери сыновья, начинают ее спрашивать, что правда нету? Нету. Мы ее заставили, она ходит, наклоняется. Что правда нету? Да, нету. Нету боли, просто все исчезли. И она потом говорит, что у нее в стопе, а на стопе была операция, какие-то ощущения появляются. Сначала у нее было тепло, потом у нее было онемение. Она говорит, прям что-то начало происходить. А мы прям помолились, чтобы восстановились все поврежденные ткани в ноге. Вот. Так что там, вот именно, что знамения, они просто подтверждали наши слова, что Иисус живой, что Иисус, вот он действует. И поэтому это было время. И знаете, как хорошо вот не просто слушать, да, обо всех этих историях, а пойти съездить самому. Съездить там в какую-нибудь станичку и стучать. Здравствуйте. И что вы будете говорить, да, как вы будете проповедовать? Это очень классная вещь. А в станицах, если один исцелится, один, явно, какой-нибудь еще, знаете, лучше не христианина еще вы убираете, не знаю, если тебе что, приходится это говорить. Но там все станица будет знать. Там будет цель. Да, 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 то есть, то есть, и это же получается, ну, нужно просто делать, нужно пойти, нужен человек, который будет это делать. Да, они, ну, кто-то нам вообще, мы стучимся, никто не открывает. Мы стучимся там, или нам открывают, такие просто уши развесили, посмотрели на нас, и, ну, да, у нас своя вера, закрыли двери, и все. И ты такой, даже не знаешь, что делать. Но это хорошее время, и мы получали результаты. Мы ожидаем, что результаты. Мы одну женщину, которая посещала там церковь, мы ее научили, что можно воскрешать мертвых. То есть, представьте, там происходит смерть, допустим, и мы, ну, как бы, она знает, она знает, что Иисус воскрешал. И она говорит, я когда была на похоронах, у меня мысль, что, ну, надо сказать, встань и ходи. И она не сказала, почему, потому что никто вокруг это не делает. А это была такая бабушка, очень бойкая, активная. Она, знаете, что после детства, она сказала, нож не касался ее за все 90 лет, да, операционной. И второй момент, она сказала, да мы, нигде в больнице нет моей медицинской карты. У меня никогда не было медицинской карты. 90-летняя бабушка. И именно она, ну, мы встретили ее, как, ну, прям увидели, что, как человек веры. Когда мы рассказали, что ты можешь ложить, класть руку на больных и на мертвых и сказать воскресни, она прям с таким воодушевлением это восприняла, что ты прям радуешься, что люди это не отвергают. Понимаете? И это чудесно было время. Потом еще хочу посвидетельствовать. Я не знаю, как так вышло. Подробности сейчас не буду рассказывать, но мы просто в эту поездку решили зайти к разным нашим родственникам, с которыми я со своими родственниками, например, лет 15 вообще не видел их, да, некоторые. И так вышло, что мы пришли, а нам серебра на 10 тысяч дали просто. Вот. Я даже не понял, честно, как вышло это. То есть мы их не видели, я не совсем понял, как и что. И тут вдруг достают какие-то вещи, говорят, вот мы вам хотим подарить. Мы думаем, вау, ну, Господь тебя благословляет. Хорошо. Вот. И еще хочу посвидетельствовать. Вот я занимаюсь работой, подготовлю, подготовлю детей к математике. И вот у меня мысль такая, я не совсем следил за датами, должны прийти были результаты одной девочки, которая передавала экзамены. и у меня мысль за день до этого еще раз помолись, чтобы результаты были вот хорошие, какие ты ожидаешь. И я такой, хорошо, я ожидаю там 70 плюс баллов, и я прям так и сказал, я вот еще в Армавире был, и я прям это сказал. А я не знаю, и да, ты когда придут результаты, просто решил там 70 плюс, хорошо, и помолился. Мысль даже просто она случайно как будто пришла. На следующее утро уже в 8 утра пишет ее мама, говорит, не могла не написать, простите, что так рано, пишет, что у девочки 72 балла, а чтобы вы понимали, она готовилась прям с полного нуля, у нее на 2 года ничего не учила, потому что на семейном образовании другие дела были, и она подготовилась за 72 баллов и проходит туда, куда она хочет. Так что как хорошо, что Дух Святой напоминает нам вообще разные вещи, и мы можем, знаете, не волноваться по разным вопросам, потому что Дух Святой придется в порядок. Аминь. Поэтому Иисус дает. Аминь. Аминь. Да, еще есть у кого? Давайте. Вчера на команде мы общались, я сказала там несколько случаев, что произошли на этой неделе. Вы знаете, я вечером, вот сегодня утром размышляла, я думаю, ну надо же, как же я вообще это не сказала? Случа очень интересный. Сестра приезжала к нам в церковь, и у нее такие были проблемы, ее муж пастор в аптисской церкви, и она раза 3-4 была у нас, потом мы с ней общались. Но факт в том, что мой телефон стер все телефоны, то есть была такая у него эта проблема, что он все, все телефоны стер. и мне очень хотелось с ней созвониться, потому что мы с ней просто потерялись месяца плюс, и мы очень не общались. Но интересно то, что через каких-то людей я нашла ее телефон, и я посмотрела на эту тарень, которая к нам приезжала, худенькая, такая болезненная-болезненная, молились об исцелении. И это, это, ну, я не знаю, я не знаю, как даже назвать, это стоп просто ее утверждение истины. Кто станет, она живет в станице Ахтырской. И я была уже у нее. Вы знаете, я не могла понять, почему она перестала с нами общаться, но это было чудо, то, что с ней произошло, потому что из маленькой, худенькой, больной проблем женщины это стало пастор, которая она жена пастора, но пасторские обязанности у тебя не это нам. Она учит людей, она поднимает, она им помогает, она абсолютно здорова, но я хочу на что обратить внимание. Слушайте, насколько важна истина? Истина сделает только истина, ни я, ни вы, мы ничего не можем сделать, истина сделает людей свободными. Она узнала истину, что она здорова, полноценно, что она общается с Богом, слышит его. И знаете, она сама начинает рассказывать, говорит, я же теперь слышу Бога, он разговаривает со мной, и я с ним иногда сижу и плачу, или сижу и хохочу. То есть она узнала, что она настолько возлюблена Богом, и он все-все простил ей, и он исполнял ее, и она говорит, мама служитель. То есть понимаете, насколько трансформировался ее ум, что она служит по тому району, Абибрскому району, во всех станицах, кого-то возит, кого-то лечит, кого-то благословляет, кого-то жилье ищет, кому-то одежду привозит. То есть это просто подали на войну, там отправляют множество вещей, евангелие и евангелие возит, его муж кстати, с сыном. То есть это совершенная трансформация человека. И я думаю, почему же она с нами не общается, ей просто не надо с нами общаться, она общается с Богом. И я хочу сказать, насколько важно нас слышать Бога, потому что только Он нам скажет истину о самих нас. И слава Богу, эту трансформацию. Еще один такой же случай, когда истина сделала свободным женщину. Она была моя соседка и вот я ее встречала недавно. Это просто совершенно другой человек. Вот истина сделала ее свободой. Но когда я с ней встретилась, она говорила, я не верю в Богу, ты можешь мне ничего не говорить, просто замолчи. А когда я ее встретила, она мне говорит, а куда ты подевалась, я тебя не вижу. Но зато у меня есть подружка, которая подарила мне Евангелие, я читаю Евангелие. И она веселая, счастливая, потеряла мужа когда-то. И сейчас собирается замуж уходить. То есть удивительные вещи, это вообще другой человек, сильный, мощный, женщина, которая плакала безутешно. Теперь она счастливая женщина, она радует других, она с кем-то общается, она кому-то посылает добро и свет. то, что делает Бог. Знаете, я не перестану удивляться вообще. А на этой неделе вот недавно, дня три назад я ехала тоже из другого города и ко мне подсел мужчина, который решил закончить с христианством. Он сказал, христианство это то, что не работает, то, что не имеет никаких действий. Я не хочу ничего с этим увидеть. И вы знаете, вот это время около часа, что мы ехали и настолько было мощное общение, было классно, что он не мог выйти. Да, во время объезды. И около часа я ему говорила истины, я говорила своей свидетельцем, как Бог меня изменил, что сделал Бог в моей жизни. И вы знаете, когда он выходил из машины, это был вообще другой человек, он смягчился, он размягчился, и я понимаю, насколько нужна истина, понимаете, можно легко разочароваться, но истина только она сделает нас свободными. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. 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 Так, хорошо, все, с вами, классное свидетельство у нас. Что свидетельство? Давайте, вы свидетельство. я не прошу. Мы были в Ростове немножко недели с Алексеем шли по городу и подходя к федеральному собору, я ему говорю, слушай, давай зайдем в небольшой собор, и мы зашли, а там шло служение, ехал епископ, они встречают, ковровая дорога, в ситуации. Просто и бывают, мы стояли, бабулечка, она активная, когда мы подали ковровую, я понимаю, вот, закруглённый человек, такая вот она, но горящая ковровая, я ее сразу заметил. И она подошла к одной дворушке, я слышу, она что-то ей консультировала, я говорю, а что говорю за праздник такой? Она говорит, малая, малая Пасха, воскресенье, малая Пасха. Я говорю, я говорю, ты с Госпасхой наша, заглавная за нас, она, он, ты знаешь, писание-то хорошо, я ей начинаю просто проповедить, минут на 15, на 20, я встаю, она начинает задавать вопросы, в итоге это все заканчивается тем, что она стоит уже плачет, и она говорит, я нигде не слышала, чтобы человек так вот, слово Божие мне говорил так вот о Христе, я повел ее четко, я говорю, что нет посредника, почем оставлять ее на, именно на истину, да, я говорю, что есть один посредник между Богом и человеком Иисус Христос, да, и, конечно, в итоге я повел ее в покаяние, она стоит, плачет, в итоге она покаялась, да, и она такая радостная, она говорит, как хорошо, что я сегодня попала сюда в храм, говорит, вот ради того, чтобы принять вот Иисуса истарм, да, в итоге, когда я уходил, она, как твое имя, я буду за тебя молиться, я говорю, Андрей, Андрей первозванный, я за тебя на самом деле в данном случае тогда Андрей первый позвавший в Сосу, да, вопрос, да, они что-то вокруг до около, да, что-то даже читать, а Сосу, как-то и не познакомиться, да, слава богу с тобой, что мы можем попасть в Иисус, а, спасибо, что на попу, Да, я же, ну, засвидетельствовал еще, я же тут про себя забыл уже. Да, мы тут на неделе ездили к одной сестре, они позвонили, короче, какая-то женщина, которая когда-то приезжала к нам в церковь, она, по-моему, в дальнем постовке живет, вот, она мне написала, что вот у нее есть какие-то тут знакомые, которые приехали в Костандарт, и там нужна молитвенная помощь, можете приехать там, типа, молиться и так далее, и я говорю, нет проблем, пусть она свяжется, я не поможу себе. Мне звонит одна женщина, в среду, может, нет, или во вторник, в среду она мне, короче, звонит, да, говорит, Волод, можете, пожалуйста, приехать, помолиться, а я такой начинаю, так, в среду, там, что-то я был занят, четверг, служение, давайте в пятницу, короче, в пятницу, и она такая просто выдает, типа, ну, если я доживу, типа, до пятницы, я говорю, а вы что, помирается в ралли с титулой? А ну-ка сразу, зачем? Нет, я говорю, а что вы такое говорите, типа, ну, вы меня неправильно поняли, я говорю, в смысле, я вас неправильно понял, ну, то есть, я знаю, что это верующий человек, то есть, если бы это был неверующий, я глобально на это не обратил внимания, потому что неверующий чешет язык, он кто-то так вообще. Я говорю, слушайте, ну, Писание говорит, смерть и жизнь во власти языка, пожалуйста, перестаньте говорить такие вещи, а все-все-все, не буду. А она же, как бы, ну, я понял так, что она это сказала не ради красного словца, типа, чтобы как-то, знаете, на меня эмоционально повлиять, а потому что она себя так ощущала, что она, возможно, типа, даже до пятницы не доживет. В итоге все отлично, как говорится, мы приезжаем в пятницу, я летел с собой, взял, поехали, там пообщаться надо, помолимся, вот, там был муж ее, была дочка, поехали, я спрашиваю, я говорю, как у вас, чего, она говорит, там, онкологию поставили, вот, она говорит, вот мы не понимаем, мы молимся, вроде стоим, ну, что-то вот мы не понимаем, нет ответов и так далее. Я задаю такой вопрос, и когда вот так вот у меня есть возможность, я стараюсь всегда верующим задавать вопросы, я говорю, слушай, а как вы думаете вообще, по какой причине с вами это происходит, то есть, ну, какая-то причина есть, вот, и она говорит, ну, вот, может быть, мы допустили, что там где-то не были верны и так далее. Я начинаю, я говорю, послушайте, бог не является причиной вашей проблемы, он никаким образом не участвовал в этом, не допускал, не попускал, не разрешал, не там ничего ничего не делал, он тот, кто исцеляет, это не тот, кто приносит проблемам в нашу жизнь. И я понимаю, она сидит, она меня слушает, это такая, ну, все. Ну, да, как бы, слава богу. Вот, мы за нее помолились, помолились там за ее родственников тоже, я попросил их, мы обменялись телефоном, я говорю, пожалуйста, будьте со мной на спяте. Вот, и вчера я ей написал, или сегодня, вчера, вчера я ей написал, да, спросил, как у нее дела, какие есть изменения. А, ну да, Алексей еще там тоже за нее молился, у нее слух сильно восстановился, потому что у нее были проблемы со слухом, он громко, достаточно приходилось говорить, у нее восстановился слух. И я вчера ей написал, спросил, как у нее дела, она пишет, ну, типа, гораздо лучше, чем было, слава богу, типа, продолжаем дальше в отрасли молиться. Поэтому у нее, она не написала, кстати, на покупку, потому что уже там, кстати, спросить ее было. Да, ну, если ей сильно лучше себя чувствовать, мне кажется, почти покушала, да, очевидно. Вот, поэтому Иисус Сарь, слава богу, студа, ожидаем окончательного проявленного свидетельства здесь. Вот, так что Иисус Сарь. Да, и еще, это, думаю, забавное свидетельство. Я человек, как это, мне надо побольше прохлады, ну, видно, да, я же настолько заморочился, потому что кондер, люди жалуются, что, паспорт, нам всем холодно, и ты такой горячий. Да, поэтому я просто себе туда отдельно поставил, чтобы хоть немножко охлаждаться, но мне очень жарко, еще кондер до меня не добывает особо оттуда. Вот, и дома такая же ситуация, мы в арендной квартире живем, и у нас кондиционер стоит на кухню, что-то его вот на кухню поставили. Да, у нас двушка достаточно большая квадратура, нормальная, 65-70 квадрат, нормальная. Вот, и мне ночью до меня кондиционер не додувал, и я просто, нормально не поспишь. Ну, короче, такое себе. А у меня супруга, как будто не с Воркутой, я ее с собой привез, она как местная, говорит, ой, мне холодно, 24 градуса, это холодно, это, смотри, ты местная, что ли, елки-палки. 24 градуса, это была температура, в которой можно было ходить в трусах в Воркуте, вообще, плюс 15, это уже шорты, ну, то есть это вообще огонь, температура в Воркуте. И это не потому, что они отличаются, а потому, что мы просто охлели момент в отношении всех этих температур. Вот, и по итогу, короче, все, договорились солидателем, поставить компенсионер, что-то аренды, вот, и думали, обначали поставить в одну комнату. Говорим, ну, то есть у нас там вот была одна спальня, и она же там стояла, там детская зона у нас была, и вторая комната уже типа моя была, да, где-то у меня рабочая зона была, я там работал и так далее, вот, и что-то мы, короче, думали-думали, а мы на 17 этаже живем, и почему-то мы решили, что для того, чтобы нам поставить кондер, надо эти, ну, как они там, верхолазы, да, вот эти, которые с крыши. И Алексей нам позвонил своим, а верхолазы, короче, месяц заняты. Мы такие, ну ладно, подождем, что, кондер-то все равно надо. И, короче, пока этот месяц шел, мы, короче, поняли, что можно же поставить кондиционер не в ту зону, где я работаю, поставить его в спальню, и я могу перейти свою зону в спальню, а детскую, типа, ну, сделать для ребенка отдельную комнату. И мы такие, типа, а че, ну, как он будет спать вообще, потому что он постоянно к нам приходит ночью спать, вот почему мне тесно постоянно на кровати, да, две звездочки спят вот так вот, и я вот так вот, вот так вот, на краешке сплю, уже при флексу. Ну, короче, делай, давай, прикольная идея, поставить кондиционер, мне тогда будет и спать нормально, и, типа, и работать будет нормально, и так далее. Поэтому мы, ну, действительно, то есть ставим кондиционер, оказывается, верхолазы даже не понадобились, ну, такой, типа, ну, могли бы месяц назад себе поставить. А вопрос в том, что если мы ставили месяц назад, мы бы поставили в другую комнату, и она бы этого всего не получилась. А теперь мы поставили кондиционер в нормальную комнату, и мне хорошо, и спится хорошо, и работается хорошо. И у ребенка теперь есть своя комната, где ребенок спит сам, всю ночь спит сам, и не приходит. Боже, я забыл, что значит спать на кровати вдвоем уже, слава Господу. Вообще, в общем, от того, что не всегда что-то происходит вот так вот, это иногда время, кстати, на подумать, на подумать. И это не потому, что Бог удерживает, и так далее, а потому что просто себя, обратили, вот так, вот так лучше будет, вот так сделаем, вижу, благодать, будет лучше. А это мы вообще не расстроились, что мы месяц подождали, мы такие, о, так еще лучше. Слава Господу, теперь можно вообще отлично объединить, как говорится, существовать в нашей партии. Вот, поэтому Иисус ссадь. Хорошо. Хорошо.